Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Попробую сейчас опустить мормышку на самое дно, не важно, что трава, и попробую проводку делать от дна. Продолжение следует... Продолжение следует... Прошел... Начало положено... Продолжение следует... В мае до минус 3... Капец... Вода холодная... Продолжение следует... 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 Что-то не хочет плевать. Попробую опять со дна. Видимо в верхних слоях ее не стоит, а стоит она в придонном слое. В прошлой рыбалке только забросил, не успевает опуститься уже поклевка. Но туда и тепло было. Около недели стояла плюс 16-18 градусов. И она гуляла по верху, видно было, чайки тут с ума сходили, кричали. Если не видели, посмотрите предыдущее видео. Тогда была жара, конечно, сейчас уже прохладно. Попробуем сюда и до дна опустим. Чаек практически нету. У нас в Могилеве, в частности на Святом озере, погибли практически, наверное, 20 или 30 процентов всего населения на Чаек, там одни трупики возле берегов, не знаю, может потравили и кто-нибудь, может какой птичий гриб. Не знаю, и под Днепру когда ходил тоже, видел парочку. Скорее всего травят, наверное, сокращают население, как говорится. Все как у людей, короче. нас в магазинах травят, везде травят, а птиц на водоемах. И уток мало почему-то в этом году. За прошлые года здесь вообще нельзя было прокинуть. куча штук по 40, по 50 плавают, а сейчас что-то слабовато. И одни селезни уток практически не видно. Но трупиков по берегам не видно. была, похоже, поклевка, опять поспешил. Ходил до этого на рыбалку с вертушкой. Первая рыбалка там пару поклевок было. вторая рыбалка по нолям практически там одного окушка поймал и тишина. Но все-таки мормышки на мормышку ловить интереснее. это как у людей. Этим. Есть. 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 Кого. Ещё чrent. еще не могу отойти от 2 поклевки как она давила кайф еще бы таких и ток поймать и можно домой идти мошки такие назойливая будет вот одна летать и прямо в лицо прямо в глаза вот лезет постоянно пока ее не убьешь давайте сюда попробуем забросить солнце ядовитые руки сгорают на ура поэтому в перчатках приходится рыбачить так конечно бы не одевал высыпи солнце ловлю в капюшоне шея тоже любит загорать бывает что даже если в лицо солнце то и маску одеваю а то потом ходишь по пляжу как не знаю что шея черная тело белое запястье черное руки сами белые как будто покрасил кто-то частично частично ветерок в спину дует уже пойдем он туда переместимся попробуем здесь ухудка прямо на леску радость ладно все отловился рыбачок не клей как говорится ну куда ты плывешь ё-моё а у нас поклевка вот так давит 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 видимо как вторая кайф а так ребята это похоже что это у нас это у нас густера красноперые красноперые вот такая вот рыбка отпусти бывай ну кайф что сказать давит не хуже плотвы не зря перешел ветерок конечно задувает дугу на леске у нас утины рай ничего вот что что а голубей много всегда голуби здесь просто как в раю да в принципе как и утки и чайки потому что любители подкармливать тут приходит кормит так что потом булки эти плавают здесь кусками была поклевка даже мормушку закрутила ладно еще немножко половин перестанет клевать туда уже можно будет сворачиваться паузы видимо подольше надо делать я так понял приманка все-таки должна парить в толще воды и медленно опускаться до дна туда рыбка кушает а так можно проходить и ничего не поймать если бояться что мормушка отравится но это что касается водоема который знаешь на котором не знаешь что на дне может быть лучше не рисковать можно за рыбалку двадцатку мормушка ставить но кто не рискует тот не пьется шампанское поклевка была но опять немножко поспешил еще была поклевка но это видимо колючек второй раз клею вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Почему, отвечу. То, что колючки здесь много. И на Назеро, она более чувствительная. И на ней вот эти вот поклевки и колючки ощущаются лучше, чем нежели на Престиже. И зачастую у тебя получаются холостые поклевки. Ты думаешь, что там нормальная рыба, а там оказывается колючка, и ты ее подсекаешь. И, ну, сами понимаете. Бесполезная проводка получается. А на Престиж, если схватила, то схватила. Он практически поклевки и колючки не чувствует. Рыбка довольно-таки маленькая. Если нормальная рыба клюет, она подвисает сразу на нем чувствуется. Но бывает, что если с ударом там какой окунь клюет, то бывает с ударом чувствительность присутствует. Но что касается густеры плотвы, она виснет и все. Рыба клюет. Колючка была. Но, тем не менее, палка просто огонь. За свои деньги лучше. Лучше нет. Ну, говорили, что Леропус получше. Я не знаю, я не пробовал. Поэтому сравнивать мне нещем. Престижик полностью меня устраивает. И так. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 самолеты летят в надежде что-то похавать ждите вечера придут сюда на прогулку человечки туда вас и погонит но и 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 колючка лично голодная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, ребята, буду заканчивать свою рыбалку Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем пока!